Наша съемочная группа вернулась из командировки в Луганскую Народную Республику. Какими журналисты увидели освобожденную территорию и ее жителей? На Алтаю увеличили коечный фонд красных зон. Очередная волна коронавируса в разгаре. Несколько дней до дня рождения Барнаула. Всю неделю мы будем рассказывать об известных представителях краевой столицы. И начнем с человека, стоящего во главе возрождения Изумрудного. В Алтайском крае увеличили коечный фонд в ковидных госпиталях. За неделю в красных зонах региона развернули более 300 коечных мест. Теперь их на треть больше. Наращивать мощности в ковидных отделениях Минздрав заставила очередная вспышка коронавируса. Сегодня в крае от ковида лечатся более 4000 жителей. Из них 347 человек в стационаре. Добавим, что сейчас в регионе развернуто 7 ковидных госпиталей. Сейчас они заполнены на 82%. В минувшую субботу наша съемочная группа вернулась из Луганской Народной Республики. Регион уже полностью освобожден, но там по-прежнему слышны взрывы. Снаряды летят и на жилые дома, и на социальные объекты. Несмотря на это, люди постепенно возвращаются к мирной жизни. Большое количество грузовых автомобилей через границу везут так необходимую гуманитарную помощь. Подключаются благотворительные организации, частный бизнес и неравнодушные россияне. Накануне ВЛНР и подшеф на Малтайскому краю Славяно-Сербском районе встречали фуру, направленную депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Груз предназначен учебным заведением. В течение недели мы будем рассказывать о том, как ВЛНР возвращаются к мирной жизни, где нет-нет, но пролетают ракеты. Сегодня об одном из самых разбитых городов – Северодонецке. И к победам на каком еще фронте готовятся студенты местного колледжа. Евгений Плохотин увидел все своими глазами. Разрушенные жилые дома, школы, учреждения культуры, предприятия. В результате ожесточенных боев в Северодонецке и Луганской области от города практически ничего не осталось. Но несмотря на жуткие кадры и запах смерти, здесь живут люди. Рядом истощенные домашние животные и полчища мух, от укуса которых зудит кожа. Вот смотрите, вот тоже один из вариантов быта домашнего. Вот так вот мы готовим, кушаем, прячемся тут же в подвалах рядом. А что сегодня на ужин у вас? А сегодня у нас на ужин ванная каша. Хотите, угостим? Хотелось свободы. Хотелось выйти сюда. Просто выйти на воздух, увидеть солнце. Увидеть ту траву зеленую, которая. Увидеть тот цветочек, который расцвел. Освобождение жители Северодонецка ждали долгие 8 лет. У мужа Екатерины Скрипниченко не выдержало сердца. Его похоронили здесь же, во дворе. Очень обидно и досадно, что два часа не дождался освобождения. Чтобы выжить, многие бросали свое жилье и уезжали. Но кто-то остался. Анна волонтер, она помогает горожанам. Развозит нуждающимся продукты. Как и все, ночует в подвале. Я не смогла покинуть свой город. Я его люблю. Я буду его восстанавливать. Для жителей Луганской республики, которые, как Екатерина и Анна, восстанавливают свой разрушенный мир, предназначена помощь депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Вернее, это помощь детям республики, которые 8 лет живут под огнем националистов. Первая встреча депутата с главой республики Леонидом Пасечником. Следующая с преподавателями и студентами Луганского колледжа информационных технологий и бизнеса. Им депутат вручил 10 компьютеров и специальную мебель. Здесь готовят мастеров по обработке цифровой информации и техников по компьютерным системам. Старое оборудование соответствовало не всем требованиям программы обучения. Когда уже доходило до чего-то более трудного, 3D-моделирование, компьютеры не выдерживали. Конечно, можно было пострадаться, но это было невыносимо. Число студентов по информационному направлению в этом году в разы больше. Среди абитуриентов – выпускники школ освобожденных территорий. Если недавно это была одна группа, то на данный момент это уже три группы первого курса. Мы, наоборот, ждем и приветствуем, когда к нам идут дети, особенно в направлении наших информационных технологий. Специалисты IT на рынке труда региона востребованы. Будущее за цифровизацией. На современную молодежь в Луганской народной республике возлагают большие надежды. Молодому поколению Луганской народной республики предстоит воссоздать все, что здесь было разрушено. И, наверное, даже правильно будет сказать не воссоздать, а создать новую действительность. И я считаю, что этому процессу должно быть подчиненный учебный, образовательный, в том числе воспитательный процесс. И вот сегодня мы привезли в колледж компьютеры новые, достаточно современные. И я надеюсь, что они не только позволят еще лучше осваивать информационные технологии, но и свободное от занятий время помогут ребятам улучшать свои навыки в такой новой, современной, интересной дисциплине, как киберспорт. Многие студенты играми увлекаются, но это больше любительский уровень. Мы раньше, у нас было соревнование по АКС, по АКС, по АКС 1.6. Ну вот, в свободное время тренироваться. Ну да. Сейчас, с получением нового оборудования, в колледже намерены создать свою первую в ЛНР киберспортивную команду, вывести ее на профессиональный уровень и ковать победы на фронтах виртуальных и уже без реальных потерь. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики. К другим темам. Новую автомобильную дорогу построили на улице Сиреневой в Барнауле. Магистраль свяжет улицу Балтийскую и Северный Власихинский проезд. Работу провели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Напомним, по нему же два года назад на Сиреневой построили еще один участок от Балтийской до Взлетной. Сегодня он получил продолжение. Подробности в сюжете. Новая дорога длиной более чем в полкилометра появилась на Сиреневой. На этот раз она свяжет Балтийскую и Северный Власихинский проезд. Помимо нового асфальта, магистраль снабдили и ливневой канализацией. Обустроили тротуары, парковочные места, а также установили скамейки. Вот такая получилась прекрасная дорога. Мы ее сегодня с вами уже открыли. 57 миллионов здесь затраченных денег. Буквально на днях здесь заработает освещение. И чуть ближе к осени пройдут посадки. Кустарников будет. Ну, газоны уже высажены. Я думаю, здесь будет удобно. Мне очень нравится тротуарная часть. Удобно будет людям ходить. Ну, а в основе своей, конечно, это безопасность. Ради безопасности на дороге установили светофоры и нанесли разметку. Появление новой артерии облегчит не только жизнь горожан, но и работу медучреждений. Об этом говорят сами представители медицинского сообщества. Строительство дорог, в том числе и этой, позволяет нам быстрее добираться до пациентов. Потому что доступны все-таки помощи на дому. Она в пике подъема заболеваемости достаточно страдает. Если нету нормальных подъездных путей, то длительность до езда, до пациента, она удлиняется. Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта безопасные и качественные дороги ремонтно-строительные работы проведут на 19 объектах. Их общая протяженность составляет более 25 километров. Власти затратят больше 900 миллионов рублей. Татьяна Голубева, Анна Рашегирова, День с толком. Зеленого сигнала светофора на проспекте Калинина пешеходам пришлось ждать 10 минут. Такая информация появилась на днях в сети. В диспетчерской города нам пояснили, заминка была разовая и связана с необходимостью запуска зеленой волны для ускорения движения транспорта. На этом небольшом мониторе карта дорог и светофоров Барнаула, которые отражаются на пульте диспетчера. Если инспектор ГИБДД сообщает о транспортном заторе, по щелчку кнопки можно изменить режим работы светофора и включить на самых напряженных узлах так называемую зеленую улицу. Сотрудники экипажа ДПС у нас патрулируют на месте наиболее напряженные узлы. Это у нас Калинина-Пионеров, Калинина-Аносова. Они видят дорожную ситуацию и звонят уже диспетчеру Гурсвета, говорят, включите там зеленую улицу на 2 минуты. Делается для того, чтобы произошла так называемая продувка, небольшая проспекта Калинина, чтобы вот этот транспортный поток, ну так скажем, разгрузить. Такие меры единственно эффективны и добавляют в Дорожном комитете. Ведь заторы на дорогах могут длиться часами, а такая продувка – шанс дать движение машинам. Но если транспорту дают зеленый свет, соответственно удлиняется время ожидания для пешеходов. Это было на первых этапах, когда мы только закрыли мост и начали вообще экспериментировать с этими зелеными улицами. Больше трех минут у нас зеленая улица по проспекту Калинина не включается. Поэтому здесь тоже хотелось бы обратиться к пешеходам, в том числе, что необходимо как-то с пониманием относиться к данной мере, потому что она комплексная и все-таки нужна для того, чтобы в целом разгрузить участок уличной дорожной сети. 65 дворов Барнаула отремонтировали этим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда». На это власти потратили больше 240 миллионов рублей. Работы выполнили на 75%. Основную часть дворов заасфальтировали, продолжают обустраивать детские площадки. Анна Рашегирова подробнее. Двор, прилегающий к дому номер 79 по улице Попова, этим летом изменился кардинальным образом. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем работ был обширный. На все затратили больше 8 миллионов рублей. 780 тысяч поступило от жителей дома в рамках софинансирования. Все благоустройство территории проходило под контролем депутатов Барнаульской городской думы и общественников. Выполнили устройство самой проезжей части, устройство парковок, оно увеличилось. Также произведено устройство тротуаров, устройство бортовых камней, устройство пандусов именно к подъездам, тротуар вокруг всего дома. Сегодня это полноценный благоустроенный двор с большой спортивной детской площадкой, с парковочными карманами, и то, что люди загадывали, желали, они реализовали. В Барнауле этим летом преобразились еще 64 двора во всех районах города. Больше всего в индустриальном – 24 объекта. На некоторых дворах работы еще продолжаются, а уже сейчас в администрации города рассматривают заявки на благоустройство территорий в следующем году. По словам чиновников, нацпроект набирает популярность. Жители включают все больше в свои заявки работ, которые нужно софинансировать. То есть мы наконец-то начали уходить от того, чтобы сделать просто голый асфальт и не предусмотреть ни парковок, ни площадок. То есть сейчас жители в этом плане активность больше проявляют, закладывают элементы детских площадок, парковки. В последнее время и заявок на благоустройство дворов поступает больше, но к следующему году вновь выберут 65 объектов. К слову, за пять лет со старта нацпроекта в Барнауле уже заметно преобразились больше 400 дворов. Анара Шегирова – день с толком. Сотни человек продегустировали новинки и уже полюбившиеся продукты-хиты алтайских производителей. Среди гостей была и наш корреспондент Валентина Аскерова. Молочная продукция, фирменные сыры, ароматные напитки, десятки гастрономических площадок с дегустацией и презентацией новинок. Это праздник алтайских продуктов, который с размахом прошел в парке Изумрудной. Чудесный праздник. Такой размах большой, огроменный. Мы не ожидали даже. Есть что попробовать. Мы все попробовали. Все, что давали, мы все попробовали. Одна из популярных площадок – продукция Барнаульского переваренного завода. Утолить жажду преимущественно безалкогольными напитками предприятия захотели десятки человек. Попробовать отечественную колу можно было как на основной площадке, так и в киндер-зоне. Наша основная новинка – это кола и кола без сахара в рамках стратегии импортозамещения, вытесняя транснациональных производителей. Местные производители занимают их долю рынка. Продукт пришелся по вкусу потребителям. По вкусу и потребителям, и первым лицам края. На фестивале алтайских продуктов губернатор Виктор Томенко отметил новинки пивоваренного завода. Кстати, к выпуску колы предприятие готовилось давно. Отработка рецептуры продолжалась несколько лет. В этом году спрос увеличился. Барнаульский пивоваренный завод оперативно среагировал и запустил продукт. Предприятиям удалось сохранить объемы производства, которые никто не остановился. Штат сотрудников не сокращался. Поэтому предприятия продолжают изыскивать новые рынки сбыта, продолжают увеличивать в том числе объемы выпусков продукции и поставлять в другие регионы России. Барнаульские напитки покупают по всей России. От Калининграда до Владивостока. И не только колы, но и бодрящие напитки – баблгам, банан, персик. В ближайшее время завод планирует расширять ассортимент, особенно в части энергетиков и лимонадов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сбер открыл офис нового формата в исторической части города в двух шагах от Барнаульского Арбата. Это второй такой офис в Барнауле. В чем его уникальность и какие услуги, помимо банковских, там можно получить, узнавали мои коллеги. Неофициально «здравствуйте», а дружеское «привет». Именно так хочется сказать на входе в новый офис Сбера. Здесь клиента встречают открытое пространство, сотрудники в джинсах и футболках всегда готовы помочь. Прям попадаешь в какое-то необычное помещение, красивое, светлое, светлое будущего, скажем так. Все комфортабельно, хороший персонал, поэтому наши похвалы. И по поводу платежа и оформления кредитной карты. К любому сотруднику можно обратиться сразу по нескольким вопросам. Именно универсальный персонал выгодно отличает второй офис нового формата. Наши клиенты могут заказывать товары в Сбер-мегамаркете, любые, и при этом посылки получить у нас здесь через нашу Сбер-логистику. Получив посылку, при необходимости ее содержимое можно примерить здесь же, в примерочной. За деньгами к новым банкоматам они обслуживают по биометрии и привычно с помощью карт. А еще в этом офисе есть специальная фиджитал-полка с умными устройствами. Она позволит протестировать понравившиеся гаджеты перед покупкой. В новом офисе у нас все построено вокруг клиента, вокруг его интересов, потребностей. Это и безбарьерное обслуживание, и современные технологии, и новые форматы обслуживания. Вы видите, вот за моей спиной есть стойка с современными девайсами, которые помогут нашим клиентам в любых его жизненных ситуациях. Кстати, новый офис Сбера единственный в крае с режимом работы с 10 утра до 8 вечера, 6 дней в неделю. В воскресенье он открыт до 16.00. Офис расположен недалеко от пешеходной улицы Молотобольская по адресу проспект Ленина, 1А, и уже принимает клиентов. В эту субботу Барнаул отметит свой 292-й день рождения. Мы убеждены, город – это не только улицы, площади и парки. Самое главное, что наполняет города – люди. На этой неделе мы будем рассказывать о барнаульцах, которые изменили город или в какой-то степени повлияли на его жителей. И сегодня представим человека, с которого началась новая жизнь парка «Изумрудный». Испытываю чувство гордости, когда видите, как там хорошо. Испытываю. Люди кайфуют, действительно. Испытываю. И вот наши люди соскучились по нему. В этом году будет ровно 30 лет, как я живу в Барнауле. В 16 лет я приехал, поступил в Пединститут тогда еще, на исторический факультет. Поэтому вот первая часть моей жизни в Барнауле, она связана с этими местами. Именно на улице Крупской я окончательно понял, что я барнаулец, что это мой город. Вот однажды иду, и где-то вот буквально за одну прогулку встретил человек 10 знакомых, людей из самых разных сфер жизни. И я понял, что все, я здесь, и я здесь уже пущу корни и останусь здесь жить навсегда. Вот на Крупской я понял, что это мое место, мой город, да. Ну а вот с «Изумрудным» произошла следующая история. Буквально недавно у меня такое произошло, знаете, такое откровение, да. Я пришел в этот парк просто как посетитель с супругой, вечером после 6 часов сел на лавочку на центральной аллее. И я понял, какое-то классное место. Играет музыка, пришли гитаристы, играют. Люди занимаются там йогой. И я понял еще для себя одну важную вещь, что не только люблю «Изумрудный», да, но я считаю, что свой «Изумрудный» должен быть в каждом районе города. Когда ты наводишь порядок на какой-то территории, и люди начинают по-другому относиться к этому. Мы увидели ответственность людей, мы увидели, что люди начинают по-другому относиться. Они могут сделать замечания человеку, у которого неправильно себя ведет, да, они сами поддерживают порядок. А вы здесь вообще часто бываете в «Изумрудном»? Ну, конечно, каждый день. А, ну вы утром, да? А вот как посетитель? А, как посетитель? Как посетитель, честно говоря, супруга не любит со мной здесь гулять, потому что я, приходя как посетитель, в итоге превращаюсь в начальника. Вчера был здесь. Отремонтировали аттракцион, значит, выгнал незаконного предпринимателя, который оказался на территории парка, значит, объяснил бомжу, что не надо вести себя так, как он ведет, значит, обнаружил несколько еще недоработок. В конце прогулки супруга была грустна. Вот вкратце, что можно было бы Барнаулу подарить, если вот не на этот день рождения, который будет у нас скоро, а к 300-летию? Я легко назову. Четыре вещи. Северный обход. Это такая транспортная дуга, которая позволит развиваться, во-первых, там промышленности, и будет им хороший выход на прямой, на новосибирскую трассу с Миногорского тракта. Второй момент. Это восстановить сереброплавильный завод и комплекс вокруг него. Это жемчужина города, сердце города. Третий момент. Пять парков за пять лет. Нам нужны парки современные, хорошие. И четвертый момент. Это суперкомпьютер. Нам нужен суперкомпьютер. Это проекты федеральные, есть ресурсы на это. У нас очень хорошо развивается IT-сектор. И чтобы дать новое дыхание этому очень важному сектору экономики, нам нужно привлечь это. Надо не упустить этот шанс для нашего города. Я думаю, что это хорошее место для жизни. Кстати, частые гости из Умрудного наверняка знают о контейнере с крышками, которые находятся на территории парка. Жители города приносят туда крышки от бутылок, которые после переработки получают вторую жизнь. Из них могут получаться даже скейтборды и журнальные столики. Это дает надежду, что мы все же не захлебнемся в пластике. Ко дню города мы решили задаться целью – заполнить контейнер в изумрудном до краев. То есть сделать это всего за пять дней. И вы можете принять участие в этом деле. Тем более, что средства, которые будут выручены с переработки, пойдут на помощь приюту для животных «Бусинка». В контейнер можно скидывать крышки от самых разных бутылок. Из-под воды, молока, сока, растительного масла. Важно, перед этим крышку нужно помыть. Мойте свои крышечки, а мы в конце недели подведем итоги нашей акции. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» вновь планируют бороться за Кубок Федерации. За три года привезти его в Барнаул так и не удалось. Впрочем, как и пробиться в другую лигу. Но задачи поставлены, и их будут пытаться выполнять. На тренировки хоккейной команды побывал Дмитрий Дроздов. Все хорошо. Атмосфера великолепная, рабочая. Идут сборы. Тяжело немножечко. Почему тяжело, вполне понятно. Межсезонье затянулось, да и состав поменялся на 50%. В этом году в клубе будет больше молодых хоккеистов. И команда уже провела два товарищеских матча. Выиграла их, но радоваться болельщикам пока не стоит. Играли против наукузнецких медведей. Молодежной команды. По сути, против детей. В идеале перед сезоном нужно провести 6-8 контрольных игр. У нас всего две. Игры очень нужны. Через игры намного легче втягиваться. Поскольку у нас перерыв после последней игры был очень длинный. Хотелось бы больше игр сыграть меньше. Точно так же считает и новый главный тренер команды Евгений Бакланов. Местный раньше был помощником. Говорит, хоккеистами, которые сейчас в обойме, доволен. Но трансферная политика еще не закончена. Новые игроки точно появятся в составе «Динамо». Сейчас вот более у нас, скажем так, молодые ребята. Очень много молодых. 2001-2002. То есть они быстренькие, с желанием. Ну и опытные ребята, конечно, без них никуда. Никуда и без болельщиков. Руководство клуба готово на все, чтобы люди ходили на хоккей и болели за команду. И хотя «Динамовцы» порой огорчали, зал «Титов-арены» почти всегда был под завязку. Болельщики в первую очередь. И мы для них будем стараться показывать хороший результат, хороший хоккей. Старт сезона у хоккеистов намечен на середину сентября. Выездными матчами против «Саратовского Кристалла». А дома на родном льду «Динамо» сыграет 1 октября против самарского ЦСКА ВВС. Скорее всего, к тому времени мы увидим наичков в команде. Еще через пару встреч поймем стиль игры. И только в конце сезона сможем ответить на вопрос, пошли ли на пользу глобальные перемены в «Динамовской дружине». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok